И всем привет, ребят! С Мастер Вайклосю записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. И сегодня вместе с вами я бы хотел обсудить тему, которая волнует многих и которых многих затронула, именно игроков мобильной версии. И о том, что у нас поменялась она и поменялась она в худшем сценарии, в худшем виде, в котором она могла быть. Кто не знает, у нас относительно недавно появился новый движок для мобильной версии. И что у нас поменялось? Я, если честно, на это обновление особо не обращал внимания, но ребята, которые с телефона играют на протяжении всего этого длительного периода времени, есть те, которые играют и на телефоне, и на компьютере, есть те, кто играют только на телефоне, они столкнулись с глобальной проблемой, и теперь их игра на телефоне стала значительно-значительно хуже, неудобнее, неприятнее. И все это дело связано с новым HTML5 движком. Вместе с тем, что у нас появились новые возможности, новые функции с телефона, то есть появилась возможность чата, видение иконок, видение еще дополнительных всяких вещей, вместе с этим очень сильно поменялась нагрузка на телефон, и даже мощные телефоны теперь испытывают проблемы, испытывают лаги, скачки FPS, скачки пинга и нестабильную работу. Все это 100% связано с новой версией, и у меня есть предположение, что оно просто не доработано до сегодняшнего момента времени, и Орех ее постепенно дорабатывает. То есть по ходу пьесы прямо сейчас происходит доработка. Но у меня возникает вопрос, почему тогда вводится новый движок, новый HTML5, и игроки, которые имеют этот HTML5, да, и мобильную версию, они начинают люто страдать. Почему нельзя ее довести сразу до какого-то определенного хорошего рабочего цикла, и потом только ее вводить. Потому что сейчас очень большое количество игроков в мобильной версии мне жалуются, говорят, запиши видос, расскажи о проблеме, скажи, что не работает, оно все нормально, да, и чтобы Орех как можно быстрее все это дело пофиксил, да, чтобы начало работать оно все правильно, четко и стабильно, да. Потому что многие игроки, да, то есть вот, например, там, со мной даже на голосе ребята с мобильной версии заходят, говорят, они говорят такие вещи. То есть у меня появился, например, таб новый, да, обновленный, где показываются резисты, показываются устройства, у меня появился чат, да, и вместе с этим появилась дополнительная нагрузка. Зачем мне эта нагрузка, если я уже привык играть без всего этого, и мне без всего этого было уже нормально и комфортно. То есть я и так сам понимал, на каких устройствах противник играет, на каких резистах он играет, что мне лучше взять, от чего там подстроиться, да, и мне эта новая информация абсолютно ничем не нужна, да. А если еще учитывать тот факт, что у меня появилась новая информация, при этом вместе с этой новой информацией появилось безумно большое количество лагов и проблем, то у меня возникает еще больше вопросов, для чего мне это надо, да. Для чего мне эти обновления, если с этими обновлениями у меня встало все только значительно-значительно хуже, да. Поэтому тут у меня больше вопрос к Ореху и надежда на то, что уже в ближайшее время все это дело будет доработано, да. То, что мне не будет приходить ребята и говорить, что, мол, мобильная версия убита, мобильная версия работает очень плохо, мобильная версия лагает, мобильная версия испытывает проблемы, да, чтобы у нас все работало максимально четко, и чтобы игроки, что на компе, что с телефона, могли спокойно, четко все это дело реализовывать. Если версия не доработана, то в моем понимании зачем тогда она меняется, да. То есть ее же можно было бы протестировать, ее можно было бы больше зафункционировать и только потом вводить на мобильные версии на основные сервера. Поэтому вот такая вот проблема на сегодняшний момент времени имеется, да. Хотелось бы услышать ваш фидбэк, желательно от тех игроков, которые играют с телефона, которые прямо сейчас испытывают проблемы, которые прямо сейчас негодуют, да. То есть набирайтесь, во-первых, терпения, во-вторых, пишите все свои мысли по этому поводу в комментариях. Хотелось бы узнать. Ну и, возможно, Орех тоже сам посмотрит видос, почитает ваши комментарии. Если будут какие-то объективные критика, комменты, где, может быть, есть какая-то недоработка, все это дело может быть, будет как раз-таки в ближайшем будущем уже пофикшена и доработана. Но на сегодняшний момент времени данная проблема существует и, надеюсь, что она в ближайшем будущем уже будет пофикшена. Поэтому пишите все свои мысли, все свои комментарии по этому поводу. Обязательно максимально поддерживайте данный видос лайком, подписочкой на канал. Давайте постараемся набрать максимальную активность на этом видосе, чтобы он продвинулся, да, и чтобы об этой проблеме как можно быстрее узнали и решили. Ну и также, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше. Все информации по розыгрышу есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока! Пока!